Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Это тоже для нас важный матч, потому что это может быть нашим первым европейским трофеем. Ну и также в мае здесь два матча, но если еще и выпадут нам полуфиналы, то они сюда же, наверное, и впишутся. Так что на этом мы закончим нашу карьеру в Аяксе, попросим перейти, потому что статистика у нас, я не помню по сравнению с Гамбургом, даже, например, со Штутгартом. Вот, в Гамбурге мы забили 10 мячей, в Штутгарте 7, 17 мячей мы забили в общей сумме, сейчас в Аяксе мы забили уже 18, то есть это на один гол мы больше забили, чем за прошлый сезон. Так что, ну и, во-первых, нам надо стараться выигрывать матчи в чемпионате, снова на позиции Цапника, поехали. Итак, чемпионат Голландии продолжается, наш домашний матч Аякс против Твенте. Мы готовы выигрывать, нам нужно занимать как минимум третью строчку, чтобы без медалей не уезжать из Голландии. Итак, мяч в центре поля, поехали. Цветок арбитра сигнализирует о том, что заканчивается наш матч в ничью 0-0, потеря очков в матче с Твенте, тем более это еще и домашний был матч, у нас моментов особых-то и не было, вот даже пробить поворотом. Ну и после этого матча у нас 67 очков, так же как и у Фейнорда, но у них еще и матч в запасе, они там будут играть против Эмена, так что они, скорее всего, его выиграют, и у нас будет снова отставание в 3 очка от Фейнорда. Ну а у нас продолжается Лига Чемпионов, матч против Наполи, мне вот самому даже интересно посмотреть, что из себя представляет Наполи, каков его путь был. Наполи выбили Тоттенхэм минимальным счетом 3-4, тем более еще и они проиграли дома со счетом 3-2 Тоттенхэм, но в гостях, уверенно, 2-0 их обыграли. Сейчас мы их еще найдем в группе. Наполи вышли со второй строчки в группе с ПСЖ, сыграли в ничу в Порто, 2-1 проиграли ПСЖ, потом разгромили Шахтер 4-1, 4-0 также разгромили снова Шахтер, 4-0 разгромили Порто, ну и 2-1 проиграли Наполи. Так что серьезная команда, которая все-таки теряла очки, так же, как и в 1-8, мы тоже потеряли с Атлетик, когда играли, но все-таки первый матч у нас дома, так же, как и в прошлом раунде это было, мы играли с Атлетик сначала дома, проиграли им 1-0, но потом мы все-таки добились хорошего результата на выезде. Кстати, она на 86 рейтинга, только сейчас это заметил, но мы начинаем. Итак, стартует Лига Чемпионов, мы сейчас поговорим про состав Наполи, потому что я вижу, здесь уже есть Серджик Гнабри, интересные такие игроки приобретения. Надеюсь, вот эту мы заставочку хотя бы пропустим. Томас Мемея мы видим. Ну что же, наш состав вы видите на экранах, нам это не очень-то интересно, вот видите, Хунт Лар, там даже 9-й номер записан, и мы здесь, то есть это какой-то действительно баг. FIFA не доработала, но сейчас нам главное это посмотреть на состав Наполи, потому что лучший, один из лучших защитников в мире в его клубе. Вот мы еще и на фотографию такую собираемся, может быть на превьюшку даже этого ролика пойдет. Для нас это важный матч, может быть даже последний домашний матч в этом сезоне, но и Наполи тоже собираются, для них это может быть тоже очень важный матч, выездной в виде чемпионов. Ну и вот он состав Наполи, Мерит, Мелье, Семедо, Аллан, Гнабри, Фабьян, Вильян Хосе, Кулебали, там, ну вот я про Кулебали и говорил, что один из лучших защитников в мире. Манолас, Фабиан, Гнабри, Йонс, кстати, из-за Якса перешел Йонс, Вильян Хосе и Джотто, но защита очень тяжелая, не такая, как у Атлетика она была. До 90 минуты, нет, спокойно, и Мертон все-таки забивает. Обидно пропускать еще и дома, для них это плюс, это гостевой их гол, но мы также пропускали от Атлетика. Проигрываем Наполи со счетом 1-0 в первом матче, тем более в домашнем, это прям схожая ситуация с Атлетика. Если все сложится так же, как и в матче с Атлетикой, в ответ нам будет просто замечательно. Итак, хорошо хотя бы, что нас не берут на матч против Венула в чемпионате, потому что мы хотя бы его здесь так выиграть можем, если нас на поле не будет, я надеюсь. Да, с счетом 2-0, Куанатес, пенальти, Ланг просто так забил, ну отлично, 2-0, с нами бы мы вряд ли бы выиграли, у нас ответочка против Наполи, я надеюсь, мы восстановимся неплохо, но мне надо вот именно чемпионат Голландии теперь. Отлично, там, я так смотрю, Фейнорд проиграл свой матч, да, сыграл в ничью даже с Эменом, на минуточку, теперь у нас разница 1 очко, ну и будем надеяться, что Фейнорд либо сыграет в ничью там дальше, с кем они там будут, мы против АЗ играем, это тяжело будет, Фейнорд против Фортуны, она на последней строчке вроде как, нет, она поднялась, 13-я, вот, нам надо вот обязательно снова обыгрывать АЗ, показывать, на что мы способны. Пока что, вот, посмотрите, мы очень много сыграли матчей за АЯКС, 39, сегодня у нас 40-й матч, я не хочу, чтобы он был последним именно в Лиге Чемпионов для нас в АЯКС, потому что дальше, если мы будем переходить в другие клубы, то не факт, что они будут в Лиге Чемпионов, мне теперь, я просто для такого разнообразия контента перешел в АЯКС, потому что, ну, действительно серьезный клуб, я думаю, что все у нас хорошо в чемпионате получится, но, вот так вот, так что будем переходить в команду, в которую можем мы развиться, ну, и обязательно в топ-5 Лиг мы точно должны перейти. Все меньше слов, больше дела, выездной матч против Наполи, надеюсь, у нас все получится, давайте мы хотя бы гостевую тогда наденем, мы, естественно, немного еще уставшие, но Наполи, мы помним, плохо они играют домашние матчи, они проиграли со счетом, если не ошибаюсь, 3-2 Тоттенхэму, в 1-8 и 2-0 их они вынесли в гостях, у нас они минимально вынесли, так что будем надеяться на то, что мы забьем мяч и не пропустим. Поехали. Здесь кулебали, и прострелы, это гол! Голевая наша передача, в Наполи мы отдаем 1-1, шансы, друзья, еще есть. Спокойно, спокойно. Удаляйте комментарии, которые вы начали уже печатать после первого матча, что вот от Наполи вы точно вылетите теперь. Мы отыгрываемся, так что спокойно, спокойно. Голевушечку мы еще даже записали на свой счет. А вроде бы именно этот паренек и забил Атлетика второй, если я ничего не путаю. Нам теперь действительно остается забить еще один. И Алан, нет! Все-таки мы пропускаем. 112-я минута. Мы еще там повреждения получили. И Наполи сравнивает счет. Точнее, ну, в матче они сравнивают счет. Выходят они вперед. 2-1. Это очень обидно. Нас еще и меняют. Так что все. Никаких пенальти, слов и не может быть. Если мы, конечно, один забьем, то мы все. Мы дальше-то выходим. Если мы сейчас забиваем Наполи еще один. И все. Мы проигрываем Наполи по сумме двух встреч со счетом 2-1. Ну вот. Обидное поражение. Но также и Боруссия тоже мы видим. Победили со счетом 2-1 дома. Но это им все равно не помогло. Они вылетели от Манчестер-Сити со счетом 3-2. Ну вот это обидно. Но все равно в первом же сезоне для нас в Лиге Чемпионов мы дошли до четвертьфинала со слабой командой Аякс. Ну а у нас матч против АЗ. Я не знаю, выпустят нас или нет. Против них я бы не хотел. Да, но это спасибо большое. Сейчас, если мы обыгрываем АЗ, для нас это плюс. Но мы будем надеяться. 3-1. Отлично. Уверенная победа. Сейчас мы смотрим. Мы, во-первых, догоняем потихонечку даже АЗ. У нас, кстати, сейчас этот важный матч. Кубок Голландии. Вот. У нас одно очко теперь уже до АЗ. На счет чемпионства я уже не претендую. Тут сейчас, если Фейнорд выиграет этот матч, у них по 74 очка с АЗ. То есть мы помогли сейчас Фейнорду, но еще я не знаю, сколько здесь матчей-то у них. Будет у них получается 34 тура. У нас еще 2 игры. Если за 2 игры АЗ и Фейнорд потеряют очки, то мы можем попасть на вторую строчку. Для нас это очень хорошо. Но мы пока что проведем тренировку. Поехали. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. В защите и ловкость мы немного все-таки прокачались. Немного нам остается до 80-го рейтинга. Будем надеяться, что до конца этого сезона мы его получим. Но у нас финал Кубка Голландии. Итак, финал Кубка Голландии. Давайте посмотрим весь путь. Здесь с воли обыграли Твента со счетом 2-1. Мы разгромили АЗ. Здесь они били М2, 4-0. Здесь мы еле-еле, но прошли по СВ с счетом 2-1. Здесь с воли прошли Гронинген со счетом 3-0. Мы АДО со счетом 4-0. Здесь мы с первого раунда, кстати, участвуем. 2-0 мы обыграли Херенвен. Но вот смотрите, мы весь путь прошли, чтобы теперь не обосраться и взять этот трофей. Потому что для нас это будет первый наш трофей. Это будет круто. Так, снова мы на позиции Цапника. Поехали. Итак, готовятся игроки с воли к этому финалу Кубка Голландии. Для Аякса это, можно так сказать, привычное уже состояние. Они всегда и все выигрывают в Голландии. Но в этом сезоне вот с чемпионатом проблемы. Но мы помним, как Фейнорт вроде недавно выиграл чемпионат Голландии. Но Аякс будет бороться теперь. Если есть этот шанс, мы за него поборемся. Вторую строчку минимум мы можем себе... Нет, максимум гарантировать. Минимум это третью. Все. Именно за вот эти строчки будем бороться. Но у нас финал Кубка Голландии на нашем еще и стадионе. Так что все для нас. Поехали. И вот Лобят отдает на нас. И это 1-0. 81-я минута. Мы забиваем в финале Кубка Голландии. Отлично. Давно мы не забивали. В этом выпуске наш первый гол. Ну и забит он в очень важном матче. Все хорошо здесь мы сделали. Успели добежать. И левой ногой еще и пробили. Верхний левый угол. Отлично. Сейчас мы еще узнаем какой-то наш гол. Первый, наверное, в Кубке Голландии. Да. Но зато какой. В финале. Хотелось бы мне, конечно. Но, естественно, не я. И это дубль. Отлично. Два мяча. Еще и разыграли вот так вот штрафной. Дубль. В финале Кубка Голландии мы забиваем. Отлично. Разыграли. Накатил и мы пробили вратаря. Второй наш гол в Кубке Голландии. Причем второй в этом же матче. За 10 минут смогли забить два мяча. И теперь это заслужено. Кубок Голландии за Аяксом. Сейчас мы будем смотреть награждение. Вот наш дубль. Ну, естественно, расстроены игроки. Взволи они. Играли на равных с нами весь матч. Но вот в концовке мы немного поднажали. И забили дубль. Блин, сейчас поднимет этот кубок. Ну, и для нас-то это точно радость. И для нас первый трофей в Европе. Вот она, церемония награждения. Мы чуть-чуть впереди. Де Йонга там. Вот она, она. Сейчас бы себя бы найти в этой толпе. Да, я нашел. Я сзади Ананы. Ну и все. Поднимаем нашу чашу. Есть. Первый наш трофей в Голландии. Ну, это, скорее всего, единственный будет. Потому что, не знаю, вернемся ли мы в Голландию еще или нет. Но пока что я не намерен туда возвращаться больше. За год этот проведенный мы можем занять сейчас вторую еще строчку. Ну и кубок Голландии. Приятное достижение для нас. 80-й рейтинг я увидел, друзья. Мы все-таки с вами получили. 20 голов за сезон там еще и написано было. Так что все шикарно. Да, 2-0 мы победили. Ну и как вы видите, вот 80-й рейтинг. Плюс 4 к рейтингу за сезон мы получили. Здесь. Это про Ми. Анана. Все-таки на пресс-конференцию его вызвали. Вместе с тренером. Чемпионы. В клуб лучше зайти. Лучший игрок турнира это Кройдж из Воли. Не знаю, играл ли он в финале или нет. Но у нас финальные матчи. Остаются две последние игры. Матч против Гронингена. Они идут на последней строчке. Мы должны их обыгрывать. И также матч против Вилем 2. Они идут где-нибудь там тоже внизу. Нет, они на 10-й строчке. Но пока что у нас тренировка. Вот так вот закончились наши тренировки. Все на А мы сделали. И теперь у нас матч против Гронингена. Итак, домашний матч. 80-й рейтинг у нас. И нас до сих пор не могут поставить на позицию форварда. Но ничего, друзья. Осталось у нас два матча всего лишь за Аякс. И мы завершим здесь нашу карьеру. Перейдем в другой клуб. Поехали. Итак, предпоследний матч чемпионата. Надо нам выигрывать все два матча из двух. Потому что мы не знаем, как сыграют все-таки Азе и Фейнорд. Их нам нужно обгонять. И вот отличная передача на Куинси про Меса. Он отдаст нам назад. Мы еще. Ну и здесь вот распасовались. Голевушку мы снова не отдаем. Потому что сейчас они начали там друг с другом пасоваться. Но это все равно вол. Но обидно. Потому что мы там можем стать лучшими ассистентами лиги. Не знаю, давно не смотрел, сколько там уже у лучшего ассистента. Но мы пока что не отдаем голевые в лиге. Итак, заканчивается матч. Мы побеждаем Гронинген со счетом 1-0. Не смогли мы отдать голевую передачу, конечно. Моментов абсолютно никакие не создал Гронинген. Ну что же, Фейнорд как раз проиграл. Или сыграл там в ничью свою игру. Сейчас мы посмотрим. Проиграл Витесу со счетом 2-0. Теперь все будет зависеть от того, как сыграет Азе в последний свой тур. А не играет его против Венло. Вот. Так что медали мы уж точно, надеюсь, не потеряем. Потому что у нас это последняя игра против Вильяма 2. Приходит нам сообщение. Мартинес возвращается. Ну что же, давайте также поговорим про Лигу Чемпионов. Мы после вылета с Наполи никак не обсуждали ее. Но Барселона проходит дальше. ПСЖ по головному чужому полю 3-3. Сыграли они. Бавария проходит Лион со счетом 2-0. Баруси, Дортон мы уже видели, что они вылетели от Манчестер-Сити. Наполи там дальше прошли. В полуфинале Манчестер-Сити выбил Наполи. Так им и надо. Барселона прошла Баварию. Так что финал у нас Манчестер-Сити. Барселона. Барселона. Лигу Европы. Я не помню, на каком мы моменте забыли. Но давайте начнем с 1-8. Спортинг обыграл Милан. Вестхэм обыграл Арсенал. Валенсия прошла Байер. Лиль прошел Бенфику. Интер прошел Челси. Кстати, мы с ними играли. Так что они уже 4-финалисты Лиги Европы. Манчестер прошел Эвертон. Лацио прошли Марсель. Бетис прошел Франфурт. В 4-финале Спортинг проиграл Бетису. Манчестер прошел Вестхэм. Валенсия прошла Лиль. Интер прошел Лацию. То есть Интер, вылетев из нашей группы, стал полуфиналистом уже Лиги Чемпионов. Бетис проиграл Манчестеру Юнайтеду. Ну и Валенсия обыграла Интер. Ну вот Интер закончил свой путь в полуфинале Лиги Европы. Но финал у нас Манчестер Юнайтед-Валенсия. Так что будет интересно. И там и там у нас, кстати, испанская и английская команда собралась. Так что будет, правда, интересно. Здесь у нас уже точно нету шансов на попадание на Чемпионат мира. Потому что у нас там осталась игра вроде со сборной Франции. Да. Франция и Уэльс. Так что, ну, шансов мало. Ну, здесь уже все понятно. ПСВ чемпион. Но нам надо доиграть эту игру. И надеяться на то, что АЗ проиграют. И мы возьмем вторую строчку. Поехали. Итак, последний матч Чемпионата. Последний наш матч за Аякс. Многие болельщики это знают. СМИ эти новости, естественно, распускают. Для меня это тоже уже не секрет. Что я буду уходить. И заканчиваем его именно в матч против Вильяма 2. Итак, для нас бы неплохо в этом матче было бы поотдавать голевые передачи. До сих пор я так и не посмотрел, кто там лучший сейчас ассистент. И сколько у него передач. Но было бы неплохо уйти еще и с личной такой наградой, как лучший ассистент Голландии в сезоне. Друзья, а тут, походу, мы третью сейчас строчку уже потеряем. Нас еще и заменили на 56-й минуте. Окей. Итак, заканчивается матч. Для нас он заканчивается обидно. Потому что наш последний матч. И еще мы его и проиграли. Теперь я не знаю. Скорее всего, мы даже потеряли третью строчку. Потому что Фейнорд сейчас мы узнаем, выиграли или нет. Фейнорд 2-0 выиграл. А за 2-0 выиграли мы проиграли 1-0. Так что, скорее всего, мы сейчас на четвертой строчке. Но это обидно. Когда мы в шаге были до второй строчки. Да, как я сказал, четвертая строчка у нас. Очень обидно. Расстроился. Но мы продолжаем тренироваться. И сейчас мы, кстати, еще и посмотрим. Да, мы выставлены на трансфер. Еще это хорошо. Проведем тренировку. Ну что же, после этого матча Аяк встал на четвертую строчку. И мы без медали оказались. После конца второго сезона. ПСВ заняли первую, вторую АЗ, третью Фейнорд. Давайте также мы посмотрим. Чуть давайте попозже, где-нибудь в начале июня. Посмотрим, как там изменятся результаты в других чемпионатах. И мы посмотрим, потом и запомним, в какие клубы нам вообще стоит ли переходить. А нам сразу приходит предложение о трансфере. Это Леон. Я вот даже сейчас подзадумался. Давайте мы посмотрим, на какой они вообще строчки сейчас в чемпионате Франции. А потом мы уже будем думать, что это или нет. Леон заняли вообще вторую строчку. Но все-таки, не знаю. Давайте мы пока что откажемся. Потому что, ну, хотя зарплата еще и 80 тысяч евро в неделю. У нас сейчас 20, то есть на 60 тысяч евро и больше. Пока что я отклоню. Мы будем принимать все предложения только в трансферное окно. Либо их отклонять. Ну, в общем, вы поняли. Пока что все-таки мы их оставим. Но у нас половина месяца. Это значит, что мы начинаем тренировку. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. Прокачали подкрутку, владение и дриблинг. Ну что же, друзья, давайте быстренько мы пробежимся по тому, что у нас было за сезон. И посмотрим, какие команды в каких лигах заняли лидирующие позиции. Здесь все понятно. Мы уже с вами все это обсудили. Кубок Голландии тоже за... Ну, не тоже, а за нами. Победили 2-0. Здесь это еще прошлогодний турнир. Лигу чемпиона все-таки выиграл Барселона. Со счетом 3-0 обыграв Манчестер-Сити. Ну, а Лигу Европы выиграла Валенсия по пенальти, обыграв Манчестер-Юнайтед. Ну и давайте начнем с премьер-лиги. Здесь Манчестер-Сити, Юнайтед, Тоттенхэм, Челси. Ну вот в топ-6 я бы перешел бы в английскую премьер-лигу. Дальше, ну вот пока вот не знаю. Также посмотрим, какие команды здесь. Остан-Вилла, Норвич и Вестбромвич, я так понимаю, точно уже перейдут в АПЛ. В Бундеслиге Бавария, Боруссия, Дортмунд, Байер. Нам, кстати, Лейпци предлагал. И вроде как Хофенхайм по ходу сезона. Вот на каких они позициях закончили. Ну и также мне интересно, какой строчке. Гамбург занял 18-ю. Хотя вышли мы все-таки с ними. Ну и давайте посмотрим, что там со Штутгартом. Они заняли первую, теперь они и будут играть в элите немецкой. Чемпионате Испания, Реал Мадрид, Барселона, Валенсия и Атлетика. Мадрид в топ-4-то вошли. Ну и в Италии Ювентус, Наполи, Интер, Лацу. Лацу нам предлагали, кстати, перейти. Так что на четвертую строчку бы заняли. Прямо так же, как и в Голландии. Ну и не переходить, а просто так, чтобы знать. Бенфика заняла первую строчку у себя в чемпионате. Посмотрим где-нибудь еще. Турция, например. Здесь Бешиктаж, без одного поражения за сезон. Ну и вот, чемпионат Франции. Мы его уже посмотрели, когда нам Леон сделал предложение. Но все-таки будем еще пока что думать. По ходу сезона я не знаю, стоит ли нам вообще переходить на французский чемпионат. Будем думать. Ну и так же вот во всякие такие. Йонг Бойз здесь занял первую строчку. В чемпионате Шотландии Селтик заняли первую строчку. Ну что же, ну давайте на статистику-то тоже посмотрим. Мы в бомбардирах на 11-й строчке. У нас 12 забитых мячей за 26 матчей. На 16 мячей больше забил Йоргенсен. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Здесь мы... 4 нам голевые не хватило, чтобы стать лучшим ассистентом. 9 голевых за 26 матчей. Ну а здесь всякие такие... Ну мы в общем себя везде мы посмотрели. Ну по ходу сезона у нас получилась вот такая статистика. 39 матчей, 19 голов, 11 голевых передач. Ну а мы проведем еще одну тренировку. Вот так вот закончилась наша тренировка. Прокачали силу удара, ну и защиту тоже. Ну и проведем мы последнюю тренировку во втором сезоне. Вот так вот заканчивается наша тренировка. Последняя. Прокачали точно штрафных, отбор и навесы. Ну и все, друзья. На этом мы заканчиваем нашу карьеру в Аяксе. Ну точнее второй сезон. Вот она статистика. 43 матча, 20 забитых голов, 11 голевых передач. И даже я думаю со следующего сезона начать играть в новых бутсах. Вот эти мне приглянулись на X-Superfly, Mercurial. Вот таких будем играть. Ну что ж, давайте посмотрим, как мы выполнили задачи наши. Не выполнили все, кроме только голевых передач. Так что, ну, увидите на своих экранах. Мы переходим в третий сезон. Ну что ж, друзья. Именно на этом месте мы заканчиваем с вами карьеру. Карьеру за Аякс. Ну и второй сезон. Так что спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok